добрый вечер уважаемые слушатели мы начинаем разговор о недельном разделе бешаллах и я обращаю ваше внимание что свиток торы не делится на перики или недельные разделы так сказать это более позднее мнение мудрецов как надо разделить так вот при этом делении в абсолютном большинстве случаев недельное чтение состоит из целого числа главок периков так устроен текстуры но в некоторых случаях граница между недельными разделами происходит посередине перика в частности вот здесь недельный раздел по предыдущий об котором мы говорили неделю назад и недельный раздел бешаллах о котором мы будем говорить сегодня соединены через 13 перик то есть первая половина 13 перика относится к бо вторая половина к бешаллах и говорят наши мудрецы что это же неспроста что если вот так вот устроено деление на разделы значит между этими недельными чтениями существует некая принципиальная внутренняя связь и от об этой связи мы сейчас два слова и скажем поэтому не волнуйтесь что я обратился сначала к разделу бог значит давайте себе на секундочку представим но в порядке бреда мы снимаем художественный исторический хроникальный фильм о исходе евреев из египта эпизод бо значит на экране весь египет от дельты нила значит вы понимаете что египет это узкая полоса между двумя пустынями долина нила так вот дельта долина нила это земля гошин где живут евреи как мы знаем и дальше вот идет долина нила туда на юг до самых истоков до эфиопии и где-то там на границе с эфиопией египет кончается вот мы видим всю долину происходит нашествие саранчи шмот 1013 и вся долина нила становится желтовато коричневый ну фильм наш цветной а вот земля гошин дельта нила зеленеет лугами следующий кадр значит весь египет накрыт трехсуточным непроницаемым мраком и протянул маша руку своем на небо и так далее а в земле гошин днем светит ласковое солнышко а вечером в окошках домов видны веселые огоньки так сказать идет нормальная жизнь а вся остальная долина нила покрыта непроницаемым мраком значит а теперь значит следующий кадр опять панорамная съемка всего египта и во всей долине во всем египте от эфиопии до гошина происходит совершенно невероятно идут непрерывно похоронные процессии толпы плакальщиц которые их сопровождают бальзамировщики которые изготовляют мумии по египетскому стандарту да они просто сбились с ног они не успевают обслуживать всех умерших вот а в гошине идет обычная нормальная жизнь готовится праздник женщины упаковывают необходимое в дорогу и никаких сверхлимитных смертей то есть все идет своим чередом таким образом мы видим очевидное обособление еврейского народа от всего населения египта значит это этот кадр соответствует книге шмот 11 5 6 а теперь включаем трансфокатор и приближаемся к земле гошин и смотрим в мелких подробностях что происходит уже не во всем египте а где-то внутри еврейского народа и мы видим что еврейский народ получает свой еврейский календарь шмот 12 2 еврейский народ полностью расстается с уважением к местным египетским башкам шмот 12 5 6 собираются зарезать башка наконец мы нет еще не наконец мы открыт отрицаем откидываем величайшая цивилизационное достижение египта значит вклад египта в мировую цивилизацию вклад который был сделан четыре с лишним тысячи почти пять тысяч лет назад и существует до сегодняшнего дня это изобретение дрожжевого хлеба который был изобретен в египте и вот мы от него отказываемся все мы будем неделю есть мацу и храните мацот шмот 12 17 и наконец мы вспоминаем а за время египетского рабства мы забыли традицию обрезания как которая идет от авраама авийну и значит в этот момент в гошине происходит массовое обрезание всех кто не обрезан шмот 12 43 44 таким образом раздел бо вот таким вот кинематографическим широким взглядом рассказывает о внутри египетском обособлении еврейского народа мы ощущаем себя нацией народом внутренне цельным структурным и обособленным от египта и это раздел бог значит дальше 13 перик нас переводят в раздел бешаллах если мы продолжим нашу кинематографическую аналогию то вот такой классический киномонтаж искать киномонтаж времен классики жанра до должен сменить современный клиповый монтаж там 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 значит вот в таком в стиле видеоклипа почему дело здесь не в том что действие происходит в разных местах смена мест происходит не быстрее чем пешие движение многомиллионных масс нас вышли из египта по разным оценкам порядка трех с половиной миллионов и вот три с половиной миллиона вышедших из египта идут не спеша поэтому еще тут стада всякие с ними в общем масса проблем поэтому смена физическое местоположение она не такая быстрая речь здесь идет о другом действие это вот наш выход из египта немедленно становится известным во всем мире то есть производится впечатление взгляда снаружи и я сейчас покажу о чем идет речь и так мы вышли из египта мы идем из египта за огненным столбом значит шмот 1321 22 за нами гонится фараон значит причем не просто гонится а он собрал все подвижные части своей армии ну примерно как путлер сегодня собрал все что осталось в россии для бессмысленного и беспощадного штурма донбасса вот примерно так же фараон бросился за нами собрав все колесницы египта все что у него в армии было подготовлено и командиров над всем шмот 14 7 значит и надо заметить здесь надо это понимать что это не какой-то мелкий царек с дружиной своей охраны за нами идет мировая сверхдержава самой мощной армии того времени которая приводила в трепет большую часть зоны обитания человечества а дальше перед нами раскрывается тростниковое море а войско фараона тонет в море и вернулись воды и покрыли колесницу и всадников вас не должно удивлять слова колесница в танахе очень часто слово в единственном числе означает на самом деле колоссальное количество так на египет не лягушки пришли одна лягушка такая лягушка вот на самом деле были миллионы лягушек вышедших из него точно так же когда говорят что покрыли колесницу фараона это не одна колесница это там тысячи колесниц и всадников и всего войска порой и не осталось ни одного из них мы благодарим всевышнего а всевышний продолжает нас заботиться кормить ман выпадает источник воды появляется то есть вот это забота всевышнего о нас и гибель армии фараона становится известным во всех краях айкумены во всех краях обитаемого тогдашнего мира и понимаете какая штука до изобретения интернета и социальных сетей остается примерно три с половиной тысячи лет и тем не менее информация почти мгновенно известна везде вот почему я говорю о необходимости клипового монтажа и в разных местах эта информация производит различное воздействие на людей да общий принцип важнее не вещи отношения к вещам наверное для многих жителей египетских колоний появилась надежда на свободную жизнь ну собственно если у метрополии вся армия погибла митрополия по сути прекращает свое существование может быть нам станет попроще там и налоги платить не надо может быть значит а вот такой амалек народ амалекитяне со своим царем они подумали что раз теперь египет потерял свое могущество упав перед ашем то место как бы вот царя горы вот главного начальника над цивилизованным миром освободилась и его можно занять если побить народ всевышнего ну понятно логика рассуждения амалека до пора пал перед кем он пал перед ашем он пал ашем на земле представляет его народ если мы сейчас подсуетимся и еврейский народ разобьем значит мы станем самыми главными в мире и займем место египта в цивилизованной области да во все их умения мы станем самыми главными то есть вот мечта злодеев о мировом господстве она на самом деле постоянно везде и всюду и поэтому и именно поэтому и в этом смысл пришел амалек и воевал со строялем в рифиде ну известная история шмот 17 8 ну но у амалека не сложилось и не сложил его и ушло острием меча хорошо и одновременно значит я вот возвращаюсь к своей идее клипового монтажа одновременно за далеко-далеко где-то там за сто с лишним 200 километров в медьяне и тро верховный жрец медьяна коэн медьянский ну а заодно тесть маше он понял на чьей стороне истина с большой буквы и двинулся в горе синай шмот 18 1 понимаете и тро коэн медьяна услышал как-то услышал да вот опять в отсутствие интернета это было непросто но услышал и немедленно встал и пошел горе синай быть там где как он предполагал и правильно предполагал всевышний откроется своему народу и 40 лет спустя за сотни километров от места этих событий 40 лет два поколения сменилось жительница ерихона рахав скажет израильским разведчиком знала я что дал ашем вам страну страну с большой буквы страну в смысле эрецк наан и что упал ужас ваш на нас и что растаяли все жители страны перед вами потому что услышали мы что осушил ашем воды моря тростникового перед вами при выходе вашем из египта это цитата из книги иошуа которая говорит о завоевании земли израиля но это 40 лет спустя после исхода за сотни километров от границ египта таким образом вот это вот информация о переходе на красного моря и о гибели фараона эта информация стала достоянием всего цивилизованного мира по системе имеющие уши да услышать и во всем цивилизованном мире так или иначе происходит разделение на тех кто поддерживает евреев в скобках всевышнего и на тех кто выступает против них а те кто считают себя нейтральными и нас это не касается тем рано или поздно но приходится с необходимостью определяться вы за кого с кем вы мастера культуры спасибо за внимание да народ сейчас самое время спросить вопросы вот мне здесь в чате задали вопрос что лично он надо понимать путлер спрячется от удара а на остальных ему наплевать верное замечание верное ну что делать а что-нибудь ближе к разделу до шалах я кстати обращаю ваше внимание на то иллюстрация к моей последней фразе что в борьбе добра со злом нейтралитета не бывает значит наша страна в смысле мединат израиль в течение там первых 50 дней войны тщательно старалась сохранить нейтралитет то есть мы не делаем никаких политических заявлений так сказать мы не за и не против но в порядке гуманитарной помощи мы послали на границу украина и польши свой полевой госпиталь так сказать раненых надо лечить роженицам надо рожать и так далее вот пока наконец четыре дня назад наш министр иностранных дел понял что если он вообще собирается на следующих выборах оказаться в кнессите то он должен явно и четко определить на чьей он стороне на стороне добра или на стороне зла и он сказал россия в украине совершает военные преступления и израиль их осуждает ну россия естественно начала возмущаться посла нашего вызвали для разъяснительной беседы в российский мид но по крайней мере наш министр иностранных дел понял что сохранять нейтралитет во всемирной борьбе добра со злом вещь очень неверная нужно встать на ту или иную сторону или ты самолеком или ты сетро окей ну хорошо народ по-видимому как-то внимает то что сказал ну тогда всем спасибо за внимание а я поеду в аэропорт бен-гурион встречать семью еврейских беженцев из москвы замечательно спасибо до владимир семха окей владимир семха и тогда плавно перейдем к нашей второй части у нас сегодня может быть не очень большое занятие будет да поскольку сейчас младима семха ну как бы на на все как бы в курсе но есть истории два праздника первый седьмой день который называется емтов который по статусу праздника а между ними это называется холямоэд тоже такое довольно странное название трудно перевести по-русски называется обычно полупраздничные дни холь это антоним к слову кодыш кодыш это святой холь это будничный а амуэд это некое предназначенное время это одно из названия праздников поэтому холямоэд это как бы будни в празднике вот такой перевод у нас как раз сейчас такие дни вот поэтому в эти дни как бы принято не работать большинство не работает там гуляет вообще в официальном в израиле это как бы считается государственных учреждений праздничные дни многие уходят в религиозных заведениях как бы тоже не работают окей поэтому это некоторое особое время вот я хотел просто несколько таких точек указать по моему очень интересная вещь значит во первых читают в в пессах ширашире знаете что в первый день пессаха вот который был до субботу перечтением тора то есть после молитвы шахри перечтением самой торы вот читают читают ширашире на мой взгляд это как бы не очевидно не очень понятно почему но так попутное соображение мне кажется достаточно интересно вот приходит мне лася на ум может быть вы тоже что добавить скажите мне кажется похоже в сухот да читают книгу кайлет лезиаст тоже как бы не очень понятно книга сама по себе как бы сложно не очень понятно чему как бы была включена тоже по аналогии с книги шираширим как бы другая тематика мне кажется не очень понятно на самом деле очевидно почему эта книга лезиаст была включена в тонах и не и не понятно почему читают как бы сухот мне кажется вот ну как бы на таком же уровне непонимания непонятно почему читают ширашире мы в праздники значит в пессах есть очень много моментов очень интересных я думаю что мы не сможем как бы сегодня все посмотреть я хотел бы просто только начать это обсуждение если будет интересно мы можем продолжить дальше на всяком случае поделиться с вами вот по книге я его показывал по мужу в прошлый раз вот такая замечательная книга называется год моет год моет но так вот сейчас еще один человек присниться год моет тоже опять тоже слово моет до кахоля моет тоже слово моет вот моет как я сказал это некоторое особое выделенное время обычно так называются праздники вот по этой книге рафшерки разбирает мы только начнем буквально несколько точек сегодня такое небольшое занятие потом если будет интересно мне было очень интересно читать дальше рафшерки подробно рассматривает как бы различные аспекты шираширем очень интересно текстуально проходит и непростые комментарии не пшадраж каким образом просто захватывающий но вот самом начале самом начале он задается таким вопросом да а почему вообще в пессах читают книгу шираширем ну как бы такое может быть технический отбив из так можно сказать один из стихов шираширем он такой потому что сказано да есть такая фраза я буду достаточно много читать на верите переводить даже если те кто из вас не понимает и мне кажется что имеет смысл все-таки как бы слушать вот держась близко к первоисточнику а те кто из вас кто как бы знает на каком-то уровне то ему это как бы поможет тоже понять о чем идет речь вот этот пасок да он такой до сусати бирих випар о димитаях димитих может быть раяки ну и как бы такой приблизительный перевод это в самом начале в первой главе девятый стих кто хочет пожалуйста можете открыть у себя тех шираширем и как будет смотри а именно лесу сати это на мою лошадь на мою лошадку как бы это все поэтический текст очень трудно переводить но тем не менее вот на лошадь к запряженную в колеснице пар о димитаях или димитих может быть я представлял себе тебя моя возлюбленная да вот это вот прямое упоминание с фараоном с колесницы фараона вообще с фараоном но дает во всяком случае какое-то обоснование сказать что здесь есть какое-то упоминание про события связано сходом из 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 египта и дальше не останавливаясь подробно только говоря очень некоторое глубокое очень интересное обсуждение о том что смотрите как бы шираширим это некоторая любовная лирика мы сейчас посмотрим ну как бы хотя бы на первом уровне как бы как можно себе это представить но по прямому это любовная лирика это прежде всего как бы высокая поэзия очень красиво красиво написаны отношения между мужчины как бы и женщины да то что называется любовная лирика но вот одно из как бы таких непростых а вот медражных объяснений о том что шираширим она шираширим эта книга она описывает называется арбамалхуйот или арбамалхуйот или с ними связано арбагалуйот а именно это в книге в книге шираширим можно проследить намек на четыре царства которые будут порабощать израиль одно из них это египет да вот и три последующие и поэтому это тоже как бы книга которая связана с выходом из египта как одно из вот этих самых царств теперь дальше давайте посмотрим вот интересная сетка такая понятийная сетка да он пишет шираширим тхината сигнон котовка широва ну это то что я сказал то есть песнь песни по своему сигнону по своему как бы стилю она больше всего похожа на любовную песню ну дальше продолжает рапширки пишет улам но те которые хотят сказать есть такое мнение да и дальше мы его посмотрим о том что это парафраза отношений между мужчиной и женщинам это парафраза отношений между всевышним и его возлюбленной его возлюбленное это и кнесет израиль либо народ израиля но тем не менее подчеркивает рапширки говорит тем не менее прежде всего прежде всего на своем как бы первоначальном понятийном уровне это прежде всего книга которая описывает отношения ширнифла а лава б и слыша то есть замечательная красивая прекрасная песня на иврите слова песня и как бы поэзия это одно слово называется шира шир это песня а шира это как бы ну вот то что называется поэтика да это вот замечательная песня или поэтика который описывает отношения между мужчиной и женщиной по прямому смыслу просто что на замечательная поэзия и дальше спрашивать расширкис на вопрос которого мы начали вода и несли шаль мадоних лаль сэфер а лава бы токки твой кодыш большой вопрос еще до того как как бы спрашивать почему читают в прессах вопрос какой какая вообще идея была включать любовную лирику и стихи о любви включать в то что называется китры кодыш а именно в святые книги в тот канон 28 книг которые составляют танах танах все это знают аббревиатура три буквы то рано рим к тувим как бы сокращение аббревиатуру называется танах соответственно ши-ра-ши-рим входит в часть которая называется писание а именно к тувим да вопрос какая идея была включать любовную лирику все на как бы неоднозначное непонятно да книга в которой ни разу не упоминается имя всевышнего например и опять же все все описание это описание вот таких сложных взаимоотношений между 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 даже на мужчины и женщины между возлюбленной и возлюбленная да спрашивает ведь мы как бы понимаем а ва бэн иш лэйша и лихура но сэш лхоль как бы представляет себе что если мы говорим о святых книгах это кодыш а как бы вся как бы система взаимоотношений между мужчиной и женщиной это относится к сфере холь к сфере будничного вы ложь и кодыш они святого и несмотря на это в афальпикен них нас ацефер и китве кодыш и несмотря на это потому что по прямому смыслу эта книга холь эта книга о будничном тем не менее она включена в кодыш и опять же сейчас я тебя добавляю интересно мне кажется что вот это вот сейчас дальше будем смотреть это вот соединение святого и будни будничного в каком-то смысле проецирует на тот день который мы сегодня и в те дни которые мы сейчас находимся а именно день холямоид это опять вот полупраздничный холямоид с одной стороны холь с другой стороны моет в каком-то смысле песни песни это вот тоже вот где-то такое же соотношение с одной холь а с другой стороны моет или в смысле что кодыш пересмотрим дальше 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 пишет дэраха ава иш иша я холя я адам лэй пагэш гам и мават кнести цель бакадуш бару но получается получается что мы через взаимоотношения мужчины и женщины человек может встретиться или как бы понять суть взаимоотношений между кнесет израиль и акадуш бару и дальше кнести цель для тех кто не знает тоже интересное как бы интересное понятие есть несколько определений вот такой сообщности евреи да ну как бы по прямому как бы на самое простое то ам ам это народ если разные народы по как бы традиционному классическому пониманию и 70 народов которые произошли все народы мира которые как бы мы знаем на современной я не знаю геополитической карте да вот есть народ еврейский ты дальше есть понятие кнест израиль кнест израиль то совсем кнест израиль как я понимаю это более общее понятие говорится про народ это прежде всего про тех которые живут сейчас когда говорится о кнест израиль это некоторая совокупность есть так можно сказать всех еврейских душ да которые существовали вообще всегда в мире до сегодняшнего дня в каком-то смысле те которые выходили из египта те которые стояли при синаевском откровении те которые болеют во всех поколениях которые сейчас поэтому когда говорят о любви акадош бару всевышнего и евреев то упоминается им именно в самом высоком смысле слов самом общем смысле слов вы цикнест израиль то есть со всеми как бы со всеми душами со всеми представителями евреи вот тут он мне кажется очень нетривиальная мысль если у кого-то будет какие-то соображения по ходу того что я говорю пожалуйста можно перебивать дополнять как бы нет никаких проблем наоборот сердце и приветствуется и какая-то нетривиальная идея как мне представляется о том что вот казалось бы такое совершенно отвлеченное неземное не связанная как бы с будничным такая связь между всевышним и кнесет израиль она может быть выражена и более того человек может ее понять через отношения между мужчиной и женщиной мне кажется она как бы нетривиальная идея абсолютно я уже не говорю здесь на сегодня в этом месте рафшерки про это не пишет но так приходит на ум да если возьмем другие религии в том числе не знаем христианство вообще вся сфера отношений мужчин и женщин как я понимаю мне кажется это правильно она с точки зрения христианства она как бы вынужденная уступка страстям и в принципе она противоречит как бы духовному духовные люди должны отделяться от от женщины любовь вообще является чем-то продолжением первородного греха это рождение и так дальше здесь же мы видим совершенно другой подход просто абсолютно другой подход нам говорится о том что самая высокая самая как бы возвышенная связь между всевышним между богом и избранным народом можно понять через связь между мужчиной и женщиной на мой взгляд это как бы ну такое в общем весь даже не не столько даже может быть не тривиально чем-то некая революционная вещь теперь дальше разбирается на чем это основывается давайте посмотрим известно выражение и он выражение рабе а кива и по-видимому можно себе представить что именно это имел ввиду рабе а кива да которые в талмуде приводится его мнение его выражение известное которое устанавливают статус книги шираширим а именно сказал рабе а кива коля ширим кодыш все песни это святое ну наверное можно понять все песни которые которые исполнял евреи или отдельно взятые евреи как песни широта ям который будет петь седьмой день именно песни на море до который пела там мирьям баславу всевышнего который утопил спас евреев утопил египтян и так дальше он коляш коля ширим кодыш но может быть можно понять в смысле может быть да можно понять в более высоком в более общем смысле о том что вообще вся поэзия это кодыш дальше пишет выше расширим кодыша кодыши но песен песни мало того что это кодыш это кодыш это святая святых потрясное заявление хорошо мы пытаемся как-то понять на нашем уровне да почему песни песни вообще как бы считается относящийся к святому и почему это включили как бы в тонах в рабе а кива идет дольше и он говорит говорит что это кодыш хадашим да попытаемся попытаемся понять да продолжая дальше ровшепки бы маши расширим у кодыша кодыши ну хорошо давайте посмотрим а как в чем выражается что песен песни это святая святых а дальше дается прямой ответ ответ на меня кажется замечать почему потому что в нем есть единство или единение между святым и будничным это тоже мне кажется нетривиальная мысль о том что святое и будничное мало того что они не разделены а вот точка их соединения точка соединения святого и будничного и так представляется взаимоотношение между мужчином и женщиной между возлюбленной и возлюбленной все то что мы называем романа настоящей романтикой да и это мало того что это кодыш это кодыш кодашим то есть это это не знаю какое-то самое высшее выражение самого святого тоже совершенно не очевидно да и дальше как приводит как это объясняет объясняет смотрите если мы посмотрим на донай а слеха арона идут то есть с кинью завета с кинью завета находилась тора скрижали завет а в описании в описании в описании арон идут мы знаем что на крышке ворон идут были два изображения то что называется крувим крувим очень интересная тема до как бы по-русски то иногда переводят как и херувим или это это совершенно не то круим от слова кирва кирва это близость но сейчас для нас интересно что что по тому как было сказано каким образом надо было их сделать они оба виде мужского и женского образа более того у них крылья и этими крыльями они накрывают друг друга потрясающий образ если это образ получается что в кодыш кодашим то что закрывает самое святое это образ мужчины и женщины которые склоняются друг на другом да и мы отсюда можем выучить что тем самым нам покупка нам как бы указывается что то место где святое соединяется с будочным с будничным кодыш выход в этом месте в этом месте происходит самое высокое соединение кодыш кодашим и вот это вот один из примеров когда как можно понять и песни песни через это объяснить передальше повторяю дальше опять тема говорит да ну мы как бы понимаем что вся книга те кто читали песни песни я надеюсь что ну как бы вы читали если нет обязательно почитайте против нашего занятия хотя бы в переводе на русский язык что на потрясающее очень красивое объяснение да можете даже сказать эротические объяснили описание что на потрясающая любовная любовная лирика и конечно прежде всего нам приходит несмотря на то что все то что мы сейчас говорили да приходит как бы в голову что-то прежде всего это прежде всего это некоторое это некоторое это некоторое будничное это земное это человеческое да но пишут дальше но несмотря на то что всевышний благословенный имя его акадуш бару да он не упомянут в книге песен песни и даже не да и даже не не от ни одного раза но хак леорах кора сэфер присутствует на протяжении всей книги все книги ши расширим мэри шуто вэ адсофо от начала и до конца ши расширим куло у гилуй ши гилуй ши шем ашем вся песен песня да она вся представляет собой проявление имя всевышнего через любовь к женщине кэм и вар бэ сэфер решит хохма шимиши ну хорошо как это объясняется книги решит хохма начало мудрости где сказано шимиши ло яда аватыша ло яда аваташем где потрясающая вещь тот кто не знает не ведая любви к женщине не знает или не может познать любви к всевышнему а ва шлема а ва шломо это что авторство песни песни традиционно приписывается царю соломону шломо да и говорится а вот шломой ты что любовь шломо шломо а мелаха к своей жене это то что приводит его к любви к всевышнему следующий момент принципе как бы разбирается дальше то о чем мы говорили а именно широ и худ широ ширим широ и худ и худ очень важное слово на иврите и худ это соединение слияние то есть песен песни это песни единства песни слияния откуда это видно говорит в каждой ситуации в каждых отношениях в том числе в отношениях между мужчиной и женщиной до пишет есть мишу рим шутин ешь мишу рим мур кавим ютэ всегда можно найти более простые и более сложные уровни о ланг шоу лим от шор шея дворим но тогда когда поднимаемся интересно видите написано когда поднимаемся корням вещей ситуации либо как можно было сказать наоборот я по на русский когда мы спускаемся когда мы спускаемся до корней до источника ситуации то человек спускаясь до как бы первоисточника причины всего он может объяснить все гораздо более простым способом зума шмаут ашир шу кодыша тхакадаши и говорит и в этом в этом машмаут в этом смысл песни песни которая представляет собой святая святка дальше еще один момент может быть последний который я хотел сказать на сегодня да начинается книга песни если вы посмотрите самый первый стих говорит широ ширим ашир лишь ломо а именно песни песни которая принадлежит шума либо которая написана шума имеется в виду шума мэллах из самого имени царя соломона на иврите мэллах шума мэллах шума от слова гам шалом гам шалэм знаете слово шалом на иврите оно очень сложное во всяком случае сочетает себя много смыслов и так же как вот мы только что да сказали о том что любую ситуацию можно разделить нам много как бы раз на разные уровни но на каком-то понятийном уровне изначальном корневом все сводится к некоторому всеобъемлющему пониманию точно так же берка то что по-русски говорится мир ну я не могу никаких производных от этого слова произвести кроме да вот этой уже теперь даже как бы не банальной а издевательской фразы миру мир да на которой во всяком случае мое поколение не было воспитано 20 слышал это все время повсеместно да на иврите очень интересный иврите мир называется шалом вот иерусалим называется иерушалай и дальше самая близкая по пониманию слову однокоренному шалом это шалэм шалэм это полный значит антонием этому слову это словом терхилки частичный шалэм это некоторый единый полный и тут тоже как бы такое просвечивает такая идея по видимо изначально что настоящий мир он является всеобъемлющей совокупностью он не может быть частичный должен быть полный это настоящий мир на тот мир о котором молятся евреи три раза в день мир который делается с высот вот дальше опять возвращаясь к шломо и к автору книги широ ширим что само слово шломо да нам нам как бы намекает и говорит что цель этой книги широ ширим это цель шлемута это цель воссоединение единства айноли йот шалэм быть шалэм шалэм это совокупным единым неразделяемо продолжает дальше говорит каши рада магия лэм отца в шалэм когда человек доходит до того состояния которое можно назвать шалэм а именно состояние единства состояние неразделенности тогда он достигает той задачи которая поставка которая стоит перед книгой широ ширим и поэтому поэтому ее написал шлому и поэтому самая первая фраза говорит широ ширим ашер лишь ломо ла хэн но мар бы сию маши и поэтому говорит в конце книги заканчивая книгу написано а за эти бэйнав кэ муцэд шалом и поэтому я была в его глазах как нашедшая мир заканчивая и в этом в этом предназначение всей этой песне ну вот это как бы на одной ноге то что немного хотел сегодня рассказать буквально как бы обозначить несколько вот эти вот точки мне кажется очень интересная такой вектор для дальнейшего продумывания обсуждения вообще о книге широ ширим как таковой до о том как это связано с песохом и выходом из египта да и вот эта вот тема о том что широ ширим ты не просто кодыш а это кодыш кадашим и этим кодыш кадашим называется отношение между мужчиной и женщиной мне кажется это сына как бы ну я бы сказал для религии вообще это совершенно нетривиальная вещь и ну вот очень здорово что мудрецы включили песни ту книгу любовную лирику в свод танаха смотрит и книгу окей вот это как бы я на одной ноге то что я хочу сказать если у кого-то есть какие-то замечания соображений пожалуйста можно их как бы сказать мы их обсудим окей кто-то что-то хочет сказать ну хорошо да я надеюсь это было как бы интересно поздравляю всех младим из мха традиционно в песах из такой как бы приветствие ответ и они все взяты из 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 молитвы муссов дополнительной молитвы которые читают праздники пессах значит встречающий говорит младим лысимха да а именно ну вот это время к радости а тот кому он обращается он ему говорит хагим узманим лысосон а именно хагим это праздники зманим это по-видимому особое праздничное время в том числе и полупральше дни как сейчас лысосон сосон это одно из синонимов слова симха симха это радость а сосон вообще ликование ну хорошо давайте может быть как бы на этом сегодня закончим пожалуйста если кого-то будут соображений можно будет в телеграме это обсудить окей тогда на этом с вашего разрешения заканчиваю еще раз поздравляю вас всех как бы с праздником будем надеяться несмотря на все чудовищные события которые как бы происходят вокруг нас тем не менее мы занимаемся интересными святыми делами которые как нам сегодня показали они напрямую связаны с нашей будничной человеческой жизнью которая своем корне совершенно не будничная вообще кодыш и более того кодыш подошим окей всем счастливо до свидания пока